здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия я ника сегодня я начинаю серию видео новых вот вы мне пожалуйста выскажитесь по своей идее знаете что это это будут формулы расчета вязаных изделий вот ту книгу которую я начала читать вот была у меня задумка читать онлайн но девчонки и мне тяжело и просмотров там нет ну в общем бесполезная эта идея вот но это не важно важно что я попробовала я теперь и знаю но я все-таки эту книгу я ехала в автобусе долго полтора суток в общем и я ее с телефона просмотрела почитала в общем ну книга очень на самом деле полезная и вот узоры там интересные но из нее уже вязали в ю тубе поэтому на узорах я останавливаться не буду меня интересует формула расчета вязаных изделий вот и вот эти вот формула я хочу перенести форму видео и практическую и в некоторых ситуациях это просто будет процесс расчета как сегодня то есть видео будут коротенькие и информативные в нужных как бы местах возможно я буду показывать на образцах как бы ну как горловинка допустим да вот сейчас сегодня у меня ширина изделия до проймы как рассчитать вот казалось бы это все просто просто но на самом деле здесь есть тоже нюансы потому что изделия бывают ровные до изделия бывают расширенные кверху и изделия бывают трапеция расширенная книзу есть еще приталенные изделия для этих у нас отдельный расчет и еще один нюанс девчонки все свои соображения вы пожалуйста пишите в комментариях я все учту я пропустила как бы часть снятия мерок но сейчас я подумала еще перечитывая вот эти вот как бы моменты я подумала что все-таки эта часть нужно потому что вот глубина горловины длина переда до талии до чтобы правильно вычислить горловинку чтобы она была не высокая не низкая вот в общем вот вот такой вот вопрос меня волнует да а вы мне скажите нужно нужно ли отдельное видео чтобы научиться правильно снимать мерки вот если вы делаете модель именно по своим меркам на себя либо на заказчика вот там очень хорошо это глава как бы хорошо осветлено вот я думаю читать я ее не буду и дочитывать книгу как бы аудиокнигу делать я тоже не буду ну вот показать и рассказать вот кратко как снимать правильно мерки я думаю это будет полезно но в любом случае я буду основываться на ваших как бы комментариях на ваше мнение вот ну на самом деле информация очень ценно очень полезно и даже для меня потому что я допустим не не хочу вот прочитав книгу постоянно к ней возвращаться и вот эти самые важные моменты я их хочу оставить в форме видео и плейлиста чтобы было понятно удобно и вам и мне я тоже собираюсь этим всем пользоваться чтобы эта информация нужная полезная не затерялась вот так вот вот это полезно будет для тех кто вяжет на заказ что у нас самое основное основное у нас образец чем больше образец тем точнее вы можете рассчитать плотность вязания образец мы вяжем образец мы обрабатываем делаем в эту для этой пряжи рекомендуемые вот у меня я буду вязать из этих не так все образцы поэтому плотность у меня везде будет одинаково час я ее посчитаю при вас тут у меня образец 36 петель кстати я не измерила высоту ряды значит и вред рядах у меня 12 сантиметров 12 сантиметров 33 ряда 33 ряда теперь что они используют хотя вы знаете я думала на 10 сантиметров нет неправильно чтобы было более точно они используют расчет на два с половиной сантиметра во всей книге именно 2 с ой два с половиной сантиметра и так считаем да по нашей формуле форму я думаю написать надо давайте мы сейчас сначала петли рассчитаем я пишу здесь чтобы там потом все остальные расчеты 16 это 36 петель 16 сантиметров 36 петель и нам нужно два с половиной сантиметра это x петель мы умножаем вот эти два числа и делим на это то есть 36 умножить на два с половиной и разделить на 16 это будет 5 и 6 петель видите насколько точно 5 и 6 петли в два с половиной сантиметра теперь мы рассчитываем высоту у нас точно также значит 12 сантиметров это 33 ряда два с половиной сантиметра это x ряду так то же самое умножаем вот эти два числа делим на это 33 умножить на 22 с половиной и разделить на 12 6 и 8 рядов у нас 6 и 9 я бы сказала потому что здесь округляем сюда а вообще если что я напишу прям вот так вот 687 давайте мы будем точными а там 62 по моему было вот ну а да ладно в ширину она вытягивается быстрее чем высоту вот то есть от этого зависит точность вашего потом полученного изделия и плюс еще от зависит от следования этой плотности то есть у меня проблема я вижу одними спицами у меня начале в конце может быть разная плотность поэтому вот этот момент мне нужно контролировать далее что нужно значит плотность надо знать на два с половиной сантиметра высоту это до 5 и 6 петель ой высоту 6 и 87 рядов рядов пишем а здесь 5 и 6 петель ширина нижнего края изделия вот нам нужно измерить это в том случае да допустим если мы добавляем или убавляем или убавляем ну в любом если у вас ровное полотно то вы ничего не делаете вы просто одну ширину измеряете вам нужно одно число если у вас вот такой вот форма изделия вы меряете внизу и меряете до про в пройме вот то есть допустим если взять допустим здесь у нас внизу 40 а здесь 50 давайте здесь я сделаю вот наоборот на одном примере я буду рассчитывать вот к верху хотя это сейчас не актуально кверху увеличенные изделия хотя почему почему а вот эти вот эти которые балахоны они же расширяются кверху там скошенная большая пройма то есть актуально абсолютно значит 2 ширина внизу я спешу ширина внизу 40 сантиметров да это тоже актуально видите я что-то сразу ширина 50 сантиметров там конечно цифры будут другие но этот расчет нам тоже очень нужен вот видите я в начале видела сказала что он не важен а он на самом деле именно вот этот вариант сейчас важен так и длина вот вот здесь вот допустим у нас резинка и нам нужно измерить вот эту вот длину вот видите мерки все-таки нужно я буду много болтать в этом видео просто у меня есть желание обсудить это все с вами понимаете вот допустим у нас здесь 30 сантиметров резинку не считаем длина изделия 30 сантиметров до проймы так есть вот это те мерки которые нам нужны вот как мы считаем значит мы считаем сначала внизу сколько у нас должно быть петель внизу да и как мы считаем из сама запуталась вы знаете в их расчетах значит мы берем ширину внизу 40 сантиметров умножаем на 5 и 6 вот кстати девчонки кому я видите я уже здесь и начеркала я смотрю на то что написано в книге и там у них уже ошибка там написано вот 40 умножить на 5 и 6 равно 6 там такое то количество петель но они забыли разделить на два с половиной сантиметра я считаю считая не могу понять думаю почему у них потерян этот момент вот 40 вы умножаете на 5 и 6 на плотность сейчас мы определяем петли и делите на два с половиной сантиметра 40 умножаем на 5 и 6 и делим на два с половиной кстати можно рассчитать на один сантиметр и вы только будете умножать да но если рассчитывать очень точно но я следую их совету значит здесь восемьдесят девять и шесть значит 90 петель у нас по нижнему краю далее по верхнему краю 50 то же самое умножаем на 5 и 6 и делим на два с половиной равно 50 умножаем на 5 и 6 и делим два с половиной 112 петель 112 петель так определяем сколько нам нужно добавить то есть по верху у нас еще раз лишь рисую по низу у нас 90 петель по верху у нас 112 петель далее следующий шаг длина ряды вот этого вот вам нужно посчитать сколько у нас рядов значит у нас длина 30 сантиметров умножаем на 687 687 и делим на два с половиной 3244 ну вот я чтобы четные оставить 82 ряда 82 ряда это вот эта часть вот она и нарисовал 82 ряда следующий шаг расчет прибавления петель нам нужно добавить вот считаем 112 минут от большего отнимаем меньше 112 точно также рассчитываются и вот убавки минус 90 равно 22 петли нам нужно убавить еще делим на два и получается что у нас 11 петель с каждой стороны 11 11 плюс плюс то есть 11 раз мы делаем добавление добавляем мы вначале и в конце ряда перед кромочной после кромочной поэтому вот так то есть у нас получается здесь 82 ряда и добавить нам нужно добавление на нам нужно сделать 11 теперь рассчитываем интервалы вот этих вот добавлений для этого мы берем вот это число у нас 11 добавлений до 82 мы делим на 12 почему 12 потому что у нас 11 добавлений но у нас добавляется интервал один вот значит вот здесь вот если у меня пять точек то интервала у меня 6 то есть всегда добавляем один интервал плюс разделить на 11 равно 82 разделить на ой 12 12 сказала она писала 11 вот видите 6 и 8 некрасивое число да значит давайте напишем 6 и 8 красиво у нас будет вот сейчас понятное дело что это некрасиво и у нас не получится нам удобно будет добавлять в каждом шестом ряду для этого я еще пересчитываю вот таким вот образом значит я беру теперь на один меньше на 10 значит нет да теперь я беру на один меньше то есть я считаю промежутки вот вот эти вот между ними я не беру первый и последний промежуток я их отнимаю то есть на 10 и умножаю на 6 то есть желаемое наше количество рядов через которых мы добавляем значит это 60 рядов 10 промежутков это не добавление это промежутки значит это будет у нас 10 чтобы понимали промежутков умножить на 6 рядов равно 60 рядов это у нас вот они чтобы вы понимали между первым и последним добавлением это 60 рядов теперь остальные ряды у нас остаются на 1 и на последнее добавление это 82 мы отнимаем минус 60 остается 22 и 22 делим на 2 то есть у одно и одно 11 то есть здесь у нас 11 рядов здесь у нас 11 рядов начале в конце а здесь между добавлением у нас по 6 рядов вот вот и все как бы расчеты то же самое с убавлением то есть мы рассчитаны либо добавление либо убавление вот такое вот у меня первое видео девчонки далее пишите свои соображения вот я надеюсь что вам понятно очень надеюсь во всяком случае я стараюсь какие какие у вас соображения корректировки пожалуйста пишем в комментариях все я думаю я вам я и сама дай добью эту книгу до конца и мы оставим эти все полезные расчеты в запечатленном виде да чтобы это у нас осталось мы этим пользовались вот на сегодня девчонки все я с вами прощаюсь с вами была вика и школа рукоделия всем пока пока жду ваших комментариев пока